Тему, которую мы выбрали сегодня для представления, она, с одной стороны, конечно, связана с ноябрём, а с другой стороны, действительно, с тем, что тема советского периода в моде и вообще всё, что связано с эпохой Советского Союза, она немножечко у нас осталась таким белым пятном в истории, потому что долгое время мы не хотели её изучать и вообще вспоминать всё, что было связано с нашей страной. Но, с другой стороны, сегодня, в общем-то, выросло целое поколение, для которого Советский Союз – это что-то неизведанное и очень романтическое, а те, кто ещё помнят этот период, для тех это, в общем-то, такая яркая страница и детства, и ностальгии по прошлому. Поэтому, собственно, тема действительно интересная, тем более, что современные дизайнеры и, в общем-то, вся мода, которая сегодня нам хорошо с вами известна, это и эко-направление, и минимализм, это и какой-то конструктивизм, она, в общем-то, очень неплохо и хорошо связана как раз с эпохой, в общем-то, советского периода, где к моде относились достаточно предвзято, а с другой стороны, моду, в общем-то, мы расценивали как такой инструмент создания нового человека. Вот, поэтому, собственно, начнём наше с вами занятие. Вот, ну, конечно, когда мы с вами говорим о советском периоде, самая яркая страница, которая, в общем-то, положила основу для всей моды 20 века и европейской, и нашей – это, конечно, 20-е годы. Вообще, 20-й век весь революционный, всё, что только можно было изменить в этот период, было подвергнуто изменениям, таким достаточно революционным, жёстким и очень быстрым. Поэтому я сегодня тоже в таком образе, да, как Лилия Брик в косыночке. Вот, ну, на самом деле, да, вот сейчас уже обсуждали, что у каждого периода есть, так скажем, ДНК стиля, и поэтому косынка, в общем-то, для 20-х годов – такой яркий очень элемент создания как раз стиля и возможность окунуться в прошлое. Вот, ну, ещё раз повторюсь, что действительно, исследуя моду советского периода, ну, невозможно не затронуть, конечно же, её историю, её политику, её социальные изменения. И вообще всё, что происходило в этот период, оно, конечно, находило отражение в костюме. Ну, и в первую очередь необходимо отметить, что период, связанный с 20-ми годами, и когда мы говорим о 20-х годах, это, конечно же, поиск образа нового человека, в первую очередь, потому что создать революцию, не изменив при этом самого человека, практически невозможно. И для поисков этого образа, конечно, использовались все средства и одежда, в том числе. Слово «мода» как таковое не звучало, потому что подразумевало на тот момент понятие пережиток прошлого. Это буржуазный пережиток, да, поэтому к моде относились достаточно скептически, её игнорировали. Но вот слово «одежда», оно звучало. Поэтому почему мы говорим о прозе одежды? Это производственная одежда, ведь на самом деле новый человек – это человек советский, человек коммунистический, который, в общем-то, должен всячески строить новый мир, новый быт, и, соответственно, это человек коллектива. И поэтому мода как такое индивидуальное явление, оно, в общем-то, игнорировалось в обществе, естественно, в идеологии страны. И поэтому, конечно, обращение было именно к одежде. Производственная одежда, она в какой-то мере олицетворяла идею страны, что человек – это функция, в первую очередь. Ты должен быть полезен государству, ты должен быть полезен обществу, ты должен быть полезен социалистическому обществу, в первую очередь, и ты должен быть полезен строительству коммунизма. Поэтому твоя основная функция – это как раз создание нового. Поэтому, естественно, в этой ситуации тоже не всё так просто в мире, потому что, на самом деле, революционные изменения были везде. И, разумеется, в искусстве в первую очередь. Те направления, которые развиваются и в европейском, и в большей степени в нашем искусстве, они, конечно, связаны тоже с колоссальными изменениями, которые требовались обществу и сфере художественной в том числе. Во многом считается, что переход к какой-то абстрактной видимости художниками мира и прочей, какие-то конструктивные борьбы между конструкцией, формой и пластикой, и цветом, оно заложено тем, что появляются новые формы и виды искусства, в частности, фотографии. Поэтому реализм, как таковый, по большому счёту уходит за ненадобностью. Есть другие документальные формы создания источников реальности. Поэтому художники ищут новый язык, художники ищут новые способы выражения. Просто для нашей страны это было ещё очень идеологически подкреплено. И для этого, конечно же, вот такой яркий энергетический такой сгусток в искусстве в этот момент происходит. Поэтому, естественно, весь мир смотрел на нас, как на страну, в которой действительно происходят самые изменения, о которых все мечтали, но вот они у нас свершились. Поэтому, конечно, когда мы говорим о моде и костюме в этот период, мы всегда тоже обращаем внимание на сферу художественную, на сферу искусства, потому что синтез искусства и моды, он, в общем-то, неразделим с момента происхождения этих двух сфер творчества человека. Поэтому, естественно, конструктивизм как направление в искусстве, он отражает как раз 20-е и 30-е годы, является таким логическим продолжением вообще идеи авангардизма рубежа XIX-XX веков. В первую очередь, конечно, это большое внимание к конструкции, отказ от каких-то декоративных таких ярких элементов, которые были актуальны для эклектики XIX века. С точки зрения каких-то художников, которые были авторами этого направления, естественно, здесь, конечно, необходимо говорить о Родченко, о Татлине. Если мы говорим о художниках, которые связаны с миром моды, то это, естественно, на Варвары Степанова, на Мухина, на Любовь Попова и многие-многие другие. Поэтому здесь, в общем-то, искусство является таким, так скажем, вдохновителем и тем самым явлением, которое существует в рамках и продолжает идею моды и вдохновляет ее. Но к таким тоже достаточно интересным направлениям, кроме рамков конструктивизма, конечно, мы можем отметить дадаизм, потому что искусство дада тоже будет, в общем-то, отмечено в развитии костюма, в частности, в таком разрушительном, рациональном подходе, отрицании традиционной эстетики, которая была в прошлом, в какой-то такой форме бессистемности. Такие формы мы тоже увидим. И на самом деле для XX века они будут очень актуальны в костюме. В дальнейшем мы увидим продвижение в сюрреализме, ну а во второй половине XX века, конечно же, в деконструктивизме, в частности, японских и бельгийских дизайнеров. Вот дальнейшие истории. Естественно, практически все художественные направления, о которых мы с вами знаем из истории искусства XX века, такие как супрематизм, такие как дальнейшем абстракционизм, конечно, они все будут достаточно актуальны и для мира моды в том числе. Конечно, творчество Малевича, творчество Кандинского, Татлина, Родченко, они не могли не сказаться в мире моды. Многие дизайнеры, многие кутюрье этого периода вдохновлялись творчеством этих ведущих, так скажем, прогрессивных художников и воплощали их идеи, развивали их в дальнейшем в своем творчестве. Но на самом деле, конечно, хочется отметить в первую очередь, если говорить о самых ярких страницах, это, конечно, агитационный текстиль. С одной стороны, в принципе, это конец 20-х, 30-е годы, очень яркое такое явление в мире как раз художественного текстиля, когда, в общем-то, художники, творцы революции, в искусстве в том числе, такие идеологи художественного направления в мире моды и искусства, они как раз обратили внимание и на развитие декоративно-прикладного искусства, текстиля в том числе. И вот идеи государства, идеи национальные, идеологические, они были, в общем-то, воплощены и в художественном текстиле. Поэтому здесь, в общем-то, прекрасные такие пионерские отряды представлены. Но, к сожалению, к концу 30-х годов уже от агит текстиля отказались за счёт того, что воспринимали его как такую грув декоративность и какие-то, собственно, практически элементы такой буржуазности. С другой стороны, как раз рубеж 20-30-х, в общем-то, это эпоха арт-деко в искусстве, эпоха такой декоративности повышенной, эпоха геометричности. И здесь, в общем-то, художественный текстиль советского периода, он ничем не уступает европейскому текстилю этого периода. Главная разница только лишь в сюжетах. То, что в европейских странах это были, не знаю, там, большие лобстеры, как, например, в костюмах Эльзы Скиапарелли, то у нас это были пионеры. Поэтому, собственно, эта история, она, в общем-то, едина с точки зрения возможностей и художественной пластики воплощения, но разная в сюжетах. Ай, прошу прощения, всё, да. Вот. Ну, здесь, в данном случае, тоже можно отметить как раз такую идею продвижения темы СССР. То есть, на самом деле, ну, что такое геттекстиль? Да, это своего рода такая рекламная история, в общем-то, воплощённая в художественном текстиле, в общем-то, напоминающем, конечно, о победах нового строя, о победах социалистического, коммунистического строя, электрификации, господи, колхолизации страны, да, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот, пожалуйста, тоже вариации на тему агитационного текстиля, да, прославляющего победу советского государства, советского народа. И, естественно, в общем-то, костюмы, которые здесь представлены. Многие из вас знакомы с миром моды XX века, поэтому ещё раз повторюсь, знаменитое платье, не знаю, лобстер, да, от Скиапарелли 30-х годов, в общем-то, ничем не уступает по как раз силе, насыщенности, вот впечатление, да, которое оно рождает в глазах зрителей от вот этого платья с цепелинами, да, вот, соответственно, от любой поповой. Ну, вот, возвращаемся к прозоодежде, да, это идея человека функции, это производственная одежда. На самом деле творчество тоже рассматривалось как производство, поэтому мы здесь посмотрим и увидим, что производственный костюм, да, и бытовой, и театральный, они очень схожи, особенно все рассматривают как раз вот эту идею прозоодежды в творчестве Степанова и Родченко, в частности, вот в бытовом костюме и в костюме для постановок Нейрхольда. Это знаменитая постановка Клоп и Смерть Тарелкина. Какие-то иллюстрации мы здесь увидим, но, соответственно, здесь можно как раз увидеть вот работы эскиза Степанова и Родченко, которые они разрабатывали исключительно для различных людей, которые занимаются разными занятиями. Вот в данном случае здесь мы можем отметить в первую очередь спортивную одежду, которая, да, в общем-то, представлена Степановой, и, соответственно, прозоодежда для актера, да, соответственно, как раз вот для Маклопа, для постановки Нейрхольда. Вот, ну вот, опять же, эскизы Степановой и, соответственно, костюм, который создан по её эскизам в 20-е годы. Многие эскизы так и остались эскизами, и, к сожалению, эта история, она не была полностью реализована в материале, но уже в современном мире, да, вот это как раз эскизы Родченко, вот, но в современном мире, это спортивная форма поиска Игоря Родченко. Ну вот я возвращаюсь к современному миру. Была выставка в 18-м году, которая называлась «Мода народу», она была посвящена как раз, собственно, эпохе революционных 20-х, да, в общем-то, прозоодежды, и дизайнеры наши, да, в общем-то, отшили эти самые костюмы, создали вот реплики, то, что называется, точно воспроизводящие эскизы, собственно, знаменитых художников как раз 20-го века. Выставка проходила тоже в Москве, вот, была такой достаточно яркой страницей вот в мире моды и вообще выставочных практик, потому что это было действительно интересно посмотреть, как бы всё это выглядело на самом деле, хотя, к сожалению, действительно понятно, что 20-е годы для нашей страны были достаточно суровыми и совершенно неприспособленными для развития, ну, каких-то производства модных товаров, да, и поэтому многие вещи просто так и остались на бумаге. Вот, но на сегодняшний момент вот как раз можно посмотреть, но, к сожалению, сейчас, не знаю, выставка, наверное, будет существовать, ещё будет неоднократно продемонстрирована, но вот чуть позже. Это как раз костюмы, которые, в общем-то, были созданы и шились в этот период, да, 20-е годы, знаменитая модница, икона стиля и, как бы сейчас сказали, медийная персона 20-30-х годов, да, знаменитая Лиля Брикт в костюмах как раз Степановой, и рядом платье от Александра Экстер, да, и фотография Александра Родченко, да, это 24-й год, вот, но здесь к части необходимо отметить то, что и постановка фигуры, и силуэты костюма, они, конечно, полностью соответствуют общей мировой тенденции эпохи моды арт-деко, да, это минимализм формы, да, классические прямоугольные цилиндрические силуэты, заниженная линия талии, достаточно яркие насыщенные ткани, это, в первую очередь, обилие декора, это и постановка фигуры, такая немножечко вызывающая, а-ля Femme Fatale, да, что было безумно актуально в европейской моде в 20-е годы, потому что последствия, как вы понимаете, революции и последствия Первой мировой войны изменили демографическую ситуацию, и женщины, в общем-то, стали достаточно активно брать свою судьбу в свои руки, да, и вот этот образ Femme Fatale, женщина-вамп, он был более чем актуален, поэтому наша страна не исключение, в общем-то, и такие же образы, да, вот, в персонах, которые были связаны с миром искусства, да, артистических, таких немножечко ярких, да, конечно, они тоже проявляются. Вот, в то же самое время, не забывайте, что 20-е годы – это эпоха Непа. Небольшой период, да, новоэкономическая политика, вспомним замечательную Эллочку-людоедку, да, которая, в общем-то, старалась переплюнуть американскую миллиардершу, да, и, собственно, те же тенденции, которые существовали в европейской моде, опять же, декоративность, насыщенность роскоши и какие-то элементы тоже исторического костюма, напоминающие, не знаю, там, Древний Египет, да, который, в общем-то, был в этот момент на слуху, и то, что называется, в топе новостей, потому что недавно открыли гробницу Тунхамона, и поэтому все хотели выглядеть как Клеопатра, быть и по характеру такой же, вот, поэтому, естественно, и в нашей стране, конечно же, вот эти европейские тенденции, да, они тоже, в общем-то, проникали как такие достаточно позитивные, перспективные, вот, но, опять же, мы говорим о достаточно узкой прослойке людей, потому что, к сожалению, это очень тяжелые времена, и в нашей стране вот эта эпоха дефицита, эпоха разрухи, эпоха достаточно некомфортной материальной составляющей, не давала возможности, в общем-то, моде развиваться и продвигаться, так скажем, в массы. 20-е и 30-е – это эпоха домашних швей, да, это эпоха частного пошива, это эпоха самостоятельного шитья, перешива, то, что потом будет называться ресайклинг и станет вот таким эталоном, скажем так, продуманного потребления, да, переблицовка вещей, перешив вещей, то, что сегодня считается прямо показателем экологически правильного образа жизни. Для нашей страны весь 20-й век – это была жуткая повседневность, которая была связана вот с недостатком как раз товаров народного потребления и недостатком вот этой самой материальной базы. Но в то же самое время, вот обратите внимание, тоже прекрасные эскизы, пальто от Любови Поповы и костюмы Надежды Ломановой, которые полностью соответствуют, конечно же, моде 20-х годов, европейской, да, вот не уступают ни в коем мере знаменитым модным домам, таким как Поль Пуаре, Зайли Заскиапарелли, Мадлен Вианне и Коко Шанель, тоже, да, вот такой вот образ девушки Кокона тоже она всегда приветствовала. Ну, действительно, как мы знаем, да, идеи, моды всегда витают в мире космоса, вот, поэтому, естественно, это объективная реальность, это поиск образа тоже нового человека, естественно, еще раз повторюсь, что старые формы, принятые в обществе для женщины эпохи прошлого, они тоже существовали, и от них как раз в этот момент отказываются. В нашей стране просто это происходит гораздо быстрее, вся прогрессивная общественность, в частности, все феминистки американские, европейские смотрят на нашу страну и говорят, вот, посмотрите на Россию советскую, как у них все замечательно, у них есть прекрасное обращение товарищ, которое, в общем-то, снимает все вопросы полового неравенства, вот, и поэтому какие-то там, не знаю, элементы, традиционно присущие женскому костюму, они уходят из повседневности, да, и, соответственно, вот такая форма небольшого унисекса, она здесь присутствует, да, женщина как кокон в этот момент существует и в европейских странах, ну, и, соответственно, в России в том числе, просто у нас немножко другая идеология, да, что строитель коммунизма, ему некогда думать о каких-то личных глупостях, в общем-то, надо строить какие-то вещи. В то же самое время, да, вот такая геометрия, такая очень целеустремленность, такой, можно сказать, мужской дизайн, да, такой проникновенный, очень пронизывающий прямыми острыми линиями, он тоже, в общем-то, связан идеологически, от этого, конечно, он очень энергетически сильный. Очень интересно как раз Надежда Ломанова, да, вот ее образы и костюмы как раз 20-х годов, да, они, с одной стороны, действительно очень сильно напоминают то, что происходит в мире европейской моды, с другой стороны, ее судьба достаточно, ну, как бы жестока к ней, потому что, с одной стороны, в эпоху царской России она была придворным портным, да, она одевала царскую семью в Эрмитаже, на старой деревне, собственно, в галерее костюма есть достаточно такая приличная коллекция ее платьев, которые принадлежали членам императорской семьи, вот, после революции ей предлагали покинуть Россию, уехать на Запад, но она, в общем-то, осталась, потому что считала, что в России происходит все самое лучшее, вот, и, разумеется, тоже вот ее идеи, ее привлекали члены правительства к тому, чтобы она точно так же принимала участие в создании вот этого самого костюма для нового советского человека, и, действительно, ее разработки были одними из самых удачных, вот, сейчас будем говорить, еще один художник, одна художница, да, это Александра Экстер, вот, в данном случае здесь как раз представлены эскизы и уже воплощенные в материале театральные костюмы. Действительно, театральный и бытовой костюм, они по стилистике очень похожи, потому что, с одной стороны, конечно, они связаны с теми направлениями, которые существуют в искусстве, это и конструктивизм, это и тот же самый симулятизм, да, который мы увидим, супрематизм в первую очередь, в целом это, в общем-то, такое достаточно авангардное явление, и, разумеется, здесь они вот практически близнецы-братья с точки зрения, что, действительно, это прозоодежда для актера, да, это производственная одежда для актера, да, потому что здесь как раз идеально показана функция, да, и, соответственно, вот тоже она работала и для Мейерхольда в том числе. Опять же, Александра Экстер, в данном случае с левой стороны у нас представлен костюм в стиле Дада Дизайн, а с левой стороны Киска костюм уже в спектакле Аэлита. Ну, Дада Дизайн, еще раз повторюсь, это разрушение, это ирония, это неспровержение старых устоев, стереотипов, это отвержение вот этой самой эстетики, которая была принята в обществе, в частности, в XIX веке. Здесь это, конечно, нам очень сильно напоминает то, что мы сегодня знаем, и то, что происходит в японской школе дизайна костюма, да, это тот самый деконструктивизм таких метров, как, не знаю, Сеймиаки, Рейкова Куба, ну, практически вся вот японская плеяда дизайнеров, она, в общем-то, работает в этом направлении, точно так же, как и, допустим, бельгийская шестерка, да, тоже, в общем-то, вот это вот неспровержение диктата прошлого, это то, что сегодня существует в мире моды и является одним из таких прогрессивных направлений. В данном случае здесь можно как раз увидеть, это даже не сколько эскиз костюма, это сколько арт-объект сегодня, да, в общем-то, такое направление тоже существует, и мы его все называем костюмным инвайронентом, да, когда костюм покидает тело человека и существует как самостоятельный арт-объект. На самом деле мы видим, что многие исследователи спорят, сегодня мода – это, ну, как бы, идентичность или это искусство, да, поэтому не всегда понятно, что хотел сказать дизайнер, поэтому действительно вот такие арт-объекты, в общем-то, появляются на подиумах и вызывают тысячу вопросов, и интерес к ним возрастает. Поэтому здесь как раз тоже можно увидеть вот эти истоки происхождения, да, вот этой самой истории моды XX века. Вот, но это как раз то, к чему я вела, когда говорила о личности Надежды Ломановой, это те самые модели, которые, в общем-то, были созданы по заказу практически правительства Советской России в сотрудничестве с Верой Мухиной, которые были представлены на той самой знаменитой выставке в Париже 1925 года, и эти модели получили вот ту самую знаменитую Гран-при. С этой выставки, как вы знаете, пошёл такими большими шагами стиль арт-деко, да, и, соответственно, идеально здесь, в общем-то, продемонстрировано то, что ждал мир от моды, да, с одной стороны, это функционализм, отсутствие, скажем так, напоминаний и воспоминаний о моде прошлого, да, потому что, в первую очередь, здесь меняется силуэт, здесь абсолютно меняется сама, как бы, структура костюма, да, вот то, что раньше было принято, и частью было женской моды, да, это вот подчёркивание линии талии, груди и бёдер, на сегодняшний момент от этого отказываются, и тем самым демонстрируется как раз образ новой женщины, которая вот достойна вот жить в 20 веке, да, в первую очередь это изменяется расположение линии талии, да, сами материалы меняются, нет чётких как раз вот указаний на то, что это именно женский костюм, а в то же самое время здесь ещё такая интересная история, связанная с самим дизайном. Дело в том, что с этого момента начинается шествие так называемого безотходного дизайна. В нашей стране, к сожалению, это было связано с тотальным дефицитом и с оптимизацией производства, в первую очередь, и с необходимостью и возможностью для людей, собственно, спасти свои гардеробы, в общем-то, от полного обнищания. Поэтому здесь вот, например, можно отметить, да, как во многих журналах того периода, особенно созданных для женщин, естественно, да, вот, например, кафтан из двух владимирских полотенец, как раз его здесь можно увидеть, он, сейчас, на минуту, вот здесь, собственно, тоже вот представлен, да, вот в таком формате. И, как вы видите, да, здесь классический рубахообразный крой, да, который не имеет выточек, у которого нету каких-то подкройных элементов вот этого оката рукава, да, соответственно, здесь все прямоугольно, здесь нет никаких отходов, да, и на сегодняшний момент это основное направление, например, в таком явлении, как оверсайз или масс-маркет, да, потому что это действительно безотходное производство, это эко-направление, которое оптимизирует производство одежды, в таком формате нету четкой посадки по фигуре, приталенности и прочее, то есть это такой вот вариант безразмерности, вот, и безотходности, и в данном случае кафтан из двух владимирских полотенец, да, соответственно, это то, что всегда было в сундуках у русских женщин, да, то есть из, так скажем, пресловутого приданного можно было создавать себе вот те самые роскошные новые наряды, которые говорили бы о том, что перед нами вот та самая прекрасная работница, соответственно, уже 20 века, вот, поэтому это тоже вот такой вариант ноу-хау, который на сегодняшний момент практически в каждой уважающей себя фирме по производству массового пошива одежды, да, собственно, присутствует, вот, ну и рядом еще такой уникальный аксессуар, который, в общем-то, нам, наверное, не совсем знаком, это бусы из хлебного мякиша, представленные на выставке, они были выкрашены в алый кумачевый цвет, ну, естественно, в цвет революции, вот, ну, а в данном случае просто они представлены, это было тоже для европейцев открытие, такой нетрадиционный материал, который использовался для создания этих аксессуаров, и европейцы были вот в восторге, что вот как по-новому, как продвинуто можно, собственно, создавать вот новые ювелирные украшения, потому что революция была во всем, и в материалах, и в новых способах создания костюма, хотя, в принципе, по сути, вы понимаете, да, что это возрождение традиций, это то, что давно существовало, это то, что было вытащено из недр гемесла, из недр традиций русского костюма, вот, но в то же самое время европейцы это восприняли как вот воплощение такой русской революции. Ну, вот формат тоже театрального костюма, как вы видите, выкройки, да, конструкция, она практически идентична для повседневного, для театрального костюма, поэтому это был такой вот принцип универсализма, да, в мире моды, ну, в общем-то, как вы знаете, на сегодняшний момент, да, вот эта унификация, она тоже, в общем-то, главенствует в мире моды, и поэтому здесь можно сказать, что мы вот предложили вот этот формат, который действительно в 20 веке считается таким прям продвинутым, более чем актуальным. Точно так же, да, это костюм для улицы и работы, ну, и, соответственно, полотно тоже, вот, пальто из солдатского сукна, хотя оно, можно сказать, является таким воплощением практически костюма в стиле Шанель, да, и, собственно, вы все знаете вот эти вот знаменитые пальто-монто от Шанель тоже 20-х годов. Вот, ну, еще раз повторюсь, что, конечно, это оказало влияние на европейскую моду, хотя, еще раз напомню, что там тоже шли поиски и реформы в женском костюме, ну, в первую очередь, конечно же, отказ от корсета, форма унификации, слияние мужского и женского в костюме, да, тоже происходило. Если говорить о русском искусстве, то, конечно, достаточно активно влияла вот эта вот идея авангардизма, идея супрематизма, вот, в мире искусства, в создании художественного текстиля ярким таким дизайнером является Соня Делоне, которая, в общем-то, она русская по происхождению, и она из артистической такой художественной среды, вот, и со своим супругом они как раз увлекались таким направлением в живописи, как арфизм и симультатизм, да, и поэтому здесь можно отметить как раз ее работы художественные и, в общем-то, воплощение в художном текстиле, который она использовала для разработок в своих костюмах, да, в данном случае в купальных костюмах, вот, но на сегодняшний момент, в общем-то, мы можем отметить это явление в дальнейшем в оп-арт искусстве уже 60-х годов, вот, и, к сожалению, здесь нет иллюстрации, но потом можете посмотреть, Татьяна Парфенова в прошлом году создала прекрасную коллекцию как раз в память о Соне де Лане и искусстве 20 века, да, который так и называется арфизм, поэтому тоже можете отметить, насколько это явление, в общем-то, достаточно актуально для современной моды. Ну и вот симультатность в костюме от Соне де Лане, да, это, конечно, вот мы начинали с искусства, да, и, в общем-то, вы видели, в частности, спортсменов, которых представил Малевич, ну и здесь, соответственно, вот женские костюмы, женские пальто от Соне де Лане, да, практически повторяют вот эти самые идеи Малевича, да, вот, идеи развития его направления в искусстве и того же самого конструктивизма и, соответственно, вот, поиска чего-то нового благодаря работе цвета и формы. Вот, ну, европейские тенденции как раз здесь тоже можно отметить. Еще раз повторюсь, что не были мы настолько оторваны от европейской моды, и европейская мода не была совершенно другой, как в нашей стране, просто чуть-чуть немножко другие идеалы. Если мы строили образ нового человека, да, социалистического, коммунистического человека функций, то для европейских тенденций все-таки какая-то индивидуальность, да, вот такая закрытость, замкнутость, она присутствовала. Но в то же самое время, вот, обратите внимание, да, маленькое черное платье от Шанель 21-го года. В принципе, аналогичные модели мы видели с вами в творчестве Надежды Ламановой. Джон Редфорн 15-го года, да, его вот такой унификационный такой костюм на основе жакета и юбки, практически униформа, тоже в первые годы войны, вот он был представлен. Ну и Поль Пуаре, да, вот эти роскошные тоже манто для своей супруги 21-го года, тоже напоминают те же самые пальто, которые мы только что видели о Любовь Поповой, допустим, Надежде Ламановой. Поэтому, в общем-то, идеи они существовали, только у нас была немножко разная идеология, но в то же самое время тенденции и их воплощения были практически идентичны. Разница была в героях и в материале. У нас не было возможности использовать бархат, у нас не было возможности использовать шелк, поэтому шли в ход хлопчатобумажные, шерстяные, армейское сукно. В то же самое время, например, вы знаете, что Шанель сделала себе карьеру и получила известность благодаря использованию джерси, вот такой трикотажной рыхлой ткани, тоже которая использовалась в военной форме. Поэтому, в общем-то, вот эти самые возможности были практически у всех идентичны. Это, конечно, военный период, и то, что происходило на европейской территории нашей страны, тоже достаточно сложные. Переходим к следующему этапу, это 30-е годы. В этот период страна уже получила, так скажем, погнание на мировой арене. Ну и самое главное, это все-таки тот человек советский, в здоровом теле здоровый дух. Это новые герои. Основные герои, конечно, это рабочие колхозницы, те люди, которые строят страну, которые строят коммунизм, которые, в общем-то, являются основными, так скажем, героями нашего государства. Поэтому их тоже здесь можно отметить. Ну вот в 32-м году в Москве проходит первый парад физкультурников. Это то, что, в общем-то, такое тоже энергетически такое яркое явление. Но, с другой стороны, мы все помним 36-й год, знаменитую Олимпиаду в Берлине. Тоже достаточно такое подобное явление было и в европейских странах. Поэтому, конечно, обращение к спортивной форме было достаточно важным в этот период. Ну, а герои этого периода – это, собственно, еще раз повторюсь, рабочие колхозницы и в моде, конечно, патриотизм. Если мы смотрим фильмы 30-х годов, то, соответственно, можно отметить фотографии того периода повседневной, то можно отметить большое влияние в мире моды повседневной одежды русского народного стиля. Поэтому это рубашки-косоворотки, это всевозможные куртки душегреи, телогреи, и какие-то, может быть, немножко военные темы. Потому что понятно, что после войны долгое время страна была в разрухе, да еще после гражданской войны, после революции, после всех вот этих социальных изменений. Поэтому многие донашивали и военную форму, да и вообще все, что было возможно доносить, донашивали. Поэтому, соответственно, этот эффект тоже, в общем-то, присутствовал. Ну и самое главное – это, конечно, вот эта идея продвижения русскости, вот такой идентичности национальной она была. Поэтому, а где ее взять? Конечно же, в, так скажем, русском народном костюме. Поэтому даже в фильмах того периода, да, про там свинарка и пастух и прочее, прочее, да, вот это продвижение, прославление жизни в деревне, коллективизации, колхозов. Ну и, разумеется, русский костюм здесь играет вот такой вот тоже показатель эпохи, да, и показатель того, что уже ценно в этот момент в культуре. Поэтому в повседневной жизни тоже такой же момент существовал, просто потому, что донашивали то, что сохранилось, да, потому что обычно это был тоже элемент приданого, это все хранилось, и русская одежда всегда трепетно передавалась из поколения в поколению, как такая традиционная. Вот, ну и, разумеется, в этот момент происходит тоже переезд большого количества сельского населения в города, ну и, соответственно, тоже, в общем-то, там появляются те самые костюмы, которые были приняты в русских селах, в русских деревнях, да, и поэтому вот этот принцип, собственно, тоже существует. Если мы говорим, конечно, о мире артистическом, да, то, конечно, это в первую очередь... Сейчас, одну минуту. Не хотела бы сказать, ну ладно, потом. Это, конечно, образ звезд, да, потому что звезды 30-х, да, это, конечно, в первую очередь Любовь Орлова, это артистка Симонова и многие другие, да, которые, собственно, с экрана пропагандировали жизнь, ну вот ту, которой как бы в реальности не было. Потом, еще раз повторюсь, это эпоха портных, поэтому все хотели одеваться как, соответственно, героини фильмов, поэтому шили сами, заказывали у домашних портных, ну, в основном, конечно, умели шить сами, и поэтому это было вот такое самостоятельное создание одежды. Вот, поэтому что видели на экране, то повторяли и в повседневной жизни. Вот, поэтому какой-то момент можно сказать, да, что это вот тоже такой стиль звезд, в общем-то, в 30-е присутствовал. Если говорить о характерных элементах, то, разумеется, все, что мы видели на экранах, да, это уже в дальнейшем такой немножечко милитаризированный костюм с достаточно большими подплечиками, да, это было, вот, как в фильмах 30-х годов, да, но если говорить вот о Любовь Орловой, то, соответственно, здесь, конечно, вот отдельная история, потому что это единственный человек, которому разрешалось летать в Париж и закупать вещи, и закупать костюмы у именитых дизайнеров. Вот, например, в фильме «Цирк» героиня Любовь Орловой щеголяет в платьях от Мадлен Виане. Она, в общем-то, одевалась у Виане, она одевалась у Скеапарелли, и она одевалась у Шанель. Поэтому все фильмы, которые мы видим, если мы не берем, конечно, такие фильмы, как, например, «Волга-Волга» или «Веселые ребята», где, соответственно, она должна была играть и изображать вот простую девушку из народа, то в тех фильмах, где, собственно, Любовь Орлова предстает уже такой элегантной дамой, вот там, конечно, костюмы от европейских дизайнеров. Вот, но, естественно, для нашей страны, конечно, самое такое тяжелое время – это сороковые годы. Понятно, что так же, как и в Европе, и у нас особенно, да, это тяжелейший период. Вот, поэтому многие шли в ополчение, многие шли на фронт и с идеологической точки зрения, и с точки зрения того, чтобы просто получить обмундирование, чтобы было что носить. Потому что, когда разрушен твой дом, когда нет, в общем-то, у тебя никаких вещей, то, разумеется, единственная возможность – это пойти, в общем-то, и в ополчение, и на фронт. Ну, и к тому же, в общем-то, патриотизм действительно русского человека заслуживает более чем достойного уважения. Вот, поэтому военная форма, поэтому, опять же, донашивали то, что было. Вот, но если говорить уже о конце сороковых, то на самом деле улицы наших городов вот расцвели действительно очень красивыми дамами, барышнями, потому что это эффект трофейной моды. Действительно не секрет, что русские солдаты, когда, в общем-то, оказались в Европе, в общем-то, они отправляли просто чеки с вещами вот к себе на родину своим родным. И поэтому дамы, жены, сестры, матери, получая вот эти вот трофейные вещи, в общем-то, действительно украшали улицы городов вот очень красивыми нарядами. Поэтому о том, что улицы Советского Союза были серы и унылы, это, в общем-то, не совсем правда, точнее, совсем не правда, да, потому что мода была яркая, как вы видите, да, красивые-то и были и шелка, и красивые платья. Ну и к тому же это очень такой позитивный период, да, такой очень энергетический, поэтому на подъеме, поэтому, конечно, хотелось красиво одеваться, хотелось красивых вещей, забыть о военном периоде, о периоде лишений, и поэтому, соответственно, шелк, легкие ткани, они всегда напоминают нам о мирной жизни. Так же, как в Европе царствовал Нью-Лук Диора, так же, в общем-то, и в нашей стране легкие летние, летние совершенно женственные платья, да, они были такие, ну, очень яркие страницы как раз моды сороковых, ну, в дальнейшем пятидесятых годов. Вот, очень интересные такие кадры, да, вот впервые в Россию, да, которая оказалась европейцем дремучей, непонятной, приезжает Диор, да, он посещает Москву в пятьдесят девятом году и выпускает на улице города, в общем-то, манекенщиц в своих платьях. Вот, ну, понятно, что общественность, в общем, до сих пор достаточно забавно реагирует на эти фотографии, как, соответственно, прохожие смотрят вот на этих дам. Вот, хотя, если обратить внимание на эти фотографии, да, то наши девушки одеты ничуть не хуже, чем дамы от Диор, вот, поэтому здесь вот какой-то яркой, такой яркого контраста, в общем-то, не присутствует. Ну, просто может быть, единственная особенность в том, что у нас шили сами, поэтому, как вы понимаете, костюм можно было себе сшить, а вот с обувью у нас была проблема, потому что фабрика Скороход, в общем-то, тоже после войны не сразу в полную меру стала работать, и в то же самое время, да, вот все-таки для советского человека создавались такие специфические модели, которые были достаточно такими тяжеловесными. вот, но в целом, как вы видите, да, вот только по обуви можно, наверное, отличить барышень от Диор, ну, соответственно, и наших в том числе. Ну, в этом тоже такая особенность. Ну, в то же самое время, да, вот у нас там, ну, да, шляпки уже перестали носить, да, в этот период, вот, но вот это было такое тоже очень яркое явление в культурной и модной жизни, вот, и поэтому мир моды начинает возвращаться в нашей стране после войны точно так же быстро, как и, соответственно, в европейских странах. Вот, ну, вот как раз, о чем я и говорила, да, что стиль звезд 30-е, 50-е, ну, соответственно, 60-е, 70-е, он тоже царствовал в повседневности наших женщин, просто потому, что действительно у нас была вот история, да, вот из повседневности не купить что-то, да, а даже не сшить, да, а именно достать или сшить самой, или заказать, вот, потом долго-долго ждать, поэтому пытались воссоздавать, пытались как-то, приносили фотографии, там, не знаю, эскизы, рисунки, какие-то обрывки из модных журналов, чтобы вот было точно так же, как, соответственно, у героинь, которых видели на экранах. В общем-то, как вы видите, да, эта история была, в общем-то, достаточно актуальна не только для 30-х, но и, в общем-то, для 70-х годов, потому что эпоха дефицита, она все-таки существовала, вот, и понятие всевозможной там директивности в производстве она тоже была, да, поэтому, если что-то модное, оно и вводилось в производство, то, к сожалению, оно просто выходило готовой продукцией лет через несколько после того, как его придумали те же самые талантливые дизайнеры, да, по дороге теряя те самые интересные элементы костюма, которые говорили за его такую индивидуальность, поэтому в упрощенном варианте, конечно, это было уже не так интересно, да и морально уже устаревало к моменту выхода из-под конвейера, да, пока там все это худсоветом утвердится, да, на высшем уровне и так далее, поэтому, конечно, шили сами, это было гораздо быстрее, ну или заказывали, опять же, у домашних портных, вот, поэтому все-таки стиль звезд существовал, все хотели выглядеть, как Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь», вот, все хотели в дальнейшем выглядеть, как героиня ирония «Ирония судьбы», вот, собственно, эти прекрасные шапки, они до сих пор являются таким тоже ДНК русского стиля, но без этого никак, поэтому все это тоже здесь присутствует. Еще одно событие, которое изменило мир моды и вообще мир повседневности советского человека, это Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Москве в 57-м году, на котором, опять же, молодежь, бэби-бумеры уже страны советов, да, которым было там по 12-16 лет, рожденные в войну и после войны, которые, в общем-то, познакомились с представителями других стран, других континентов, в частности, Соединенных Штатов, да, увидели и их внешность, и увидели их одежду, и вообще это было такое достаточно очень яркое явление, которое, в общем-то, разрушало как раз железный занавес, да, это была хрущевская оттепель, опять же, такой глоток свободы, с этого момента, конечно же, как мы видим, в умы русского человека, советского человека навсегда поселились джинсы, джинсы, это, конечно же, больше, чем джинсы, да, это свобода, это образ мысли, это надежда, это показатель, там, не знаю, статуса, благосостояния, возможностей, взглядов на жизнь, ну, в общем, джинсы, это по большому счету идеология, да, вот, поэтому то, что молодежь советская увидела, в общем-то, она поняла, что она тоже этого хочет, она этого достойна, поскольку в этот период в Европе с одной стороны царствовал, конечно, идиорский нью-лук, как вы видите, да, в общем-то, прекрасно здесь тоже продемонстрированный, и с другой стороны в этот момент начинают зарождаться молодежные субкультуры, которые будут, в общем-то, диктовать развитие моды, диктовать развитие эстетического идеала и вообще любого идеала образа мысли на протяжении второй половины двадцатого века, да, поэтому без этого момента тоже сложно понять и нашу моду, вот, и нашу страну в том числе, но в частности ярким явлением после этого периода стали как раз, конечно же, стиляги, да, которые, в общем-то, пытались своим внешним видом подражать своим представлениям Западу, да, но еще раз повторюсь, поскольку это была эпоха пятидесятых, эпоха нью-лука, да, то, соответственно, и самый силуэт этих платьев, тонкая талия, пышная юбка тоже здесь, в общем-то, представлены, но вот обратите внимание, здесь как раз я говорила, да, что наши девушки от девушек Диор отличаются более массивные обуви, да, это вот, наверное, единственное отличие, которое, в общем-то, тоже такое знаковое, да, это вот тоже связано вот с реалиями промышленности в нашей стране и вот с производством как раз этой самой обуви, ну, брюки в дудочку, тонкие галстуки, такие ковбойского типа, вот совершенно роскошные девушки в платьях, напоминающих тоже вот силуэты Диоровских барышей, это, соответственно, такие танцы, да, это рок-н-ролл, вот, это все является частью как раз молодежной субкультуры пятидесятых, да, у нас это немножечко было таким, опять же, своеобразным идеологическим моментом, да, потому что если на Западе молодежь была там как бы за свободу, за переоценку ценностей, то у нас это все-таки такое проявление какой-то формы западничества, да, желание отказаться вот от этих серых советских будней и вот прожить жизнь ярко, вот, но в то же самое время, конечно, вот этот образ, он настолько яркий и понятно, что, наверное, самый такой вот, такой яркий, как раз, дань уважения этому периоду, этим ребятам, это фильм из Теляги Тодорковского, долгое время всевозможные тематические вечеринки тоже проходили под эгидой этого направления, вот, но общественность, как вы понимаете, в пятидесятые, шестидесятые годы сильно порицала это явление, да, и вообще обращение к миру моды тоже было расценено как буржуазные ценности, да, и, как вы понимаете, вот рядом карикатур изображена, да, продажная душа, в общем-то, да, начиная, ну, еще с двадцатых годов, да, вот все, что приходило с запада, оно, в общем-то, порицалось общественностью, да, когда, собственно, еще в двадцатые, тридцатые, да, сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продаж, в общем-то, такие можно было слышать высказывания, ну, и, соответственно, пятидесятые, семидесятые, да, вот людей, которые одевались модно и желали выглядеть на, так скажем, не советский манер, в общем-то, тоже порицали и считались этих людей нехорошими, может быть, это стало причиной того, что люди, которые, как бы, обладают вкусом и хорошо одеваются, на сегодняшний момент представителями более взрослого поколения тоже, в общем-то, порицаются, да, типа, вот там, шмоточники, ну, и так далее, да, вот это такой стереотип, вот, пришедший к нам из начала пятидесятых годов, практически, двадцатого века, да, ну, конечно, вот тоже карикатуры на этот период в мире моды их достаточно огромное количество, тоже, в общем-то, можно посмотреть, это отдельная вообще тема, связанная, вот, но мир моды все равно продвигается и пятидесятый уже яркий такой пример, где мы можем увидеть создание именно не только индустрии, да, легкой промышленности, но и в первую очередь уже модной индустрии, в этот момент активно существуют и развиваются дома моделей одежды, они еще не называются дома мод, они называются дома моделей одежды, но опять же, потому что слово мода вроде как буржуазное, а одежда вроде как советская, советскому человеку нужна одежда, вот, а мода, она вроде как бы вот относится к западному миру, ну, например, вот общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту, который был создан аж в 44-м году, и он был создан исключительно как модный дом, который смог бы пропагандировать творения советских кутюрье на Западе, то есть это специальный модный дом, где действительно кутюрье создавали образцы моделей по западным тенденциям, да, то есть не ориентируясь на отечественного потребителя, его практически вывозили на Запад как большой театр, да, вот как балет, это было вот наше достояние, вот посмотрите, у нас тоже есть мода, да, и разумеется, на Западе это производило всегда фурор, потому что, как вы понимаете, да, с талантами в нашей стране проблем нету, действительно, очень много талантливых людей, которые прекраснейшим образом создают и продвигают какие-то новые идеи, вот, поэтому вот этот общесоюзный дом моделей, он был таким как бы эпицентром создания вот такой европейской моды, вот прям вот прям тенденции, прям на пике, вот, в то же самое время здесь демонстрировались, это была и площадка для демонстрации приезжающих дизайнеров и модельеров, в данном случае это один из показов западного, наверное, французского кутюрье, попасть туда, конечно, не было возможности, это была прерогатива только лишь жен мемоклатурных работников, партийной элиты, вот, поэтому это было что-то вроде действительно театра моды, то есть в народ такие модели не выходили, но это был действительно вот такой момент связанный с, ну, как бы показать, что в Советской России тоже есть мода, да, так же, как и, собственно, искусство, поэтому открытие железного занавеса, оно шло вот по такому художественному пути в том числе, вот, поэтому еще один такой тоже момент, конечно, для потребителя отечественного в основном все заканчивалось лишь у витрины, записаться туда в качестве заказчика было, понятное дело, достаточно сложно, практически невозможно, вот, ну, и каждая модель проходила, как вы понимаете, хоть совет, да, отвергалась, соответственно, корректировалась, вот, принимали участие, как вы понимаете, да, и представители партийной какой-то номенклатуры, да, и художники, и какие-то общественные деятели, чуть ли не представители, не знаю, там, каких-то служб безопасности и прочее, ну, потому что это вывозилось на запад, ну, разумеется, необходимо было вот абсолютно в идеальном таком формате представить русскую моду европейскому зрителю, вот, ну, если говорить о простых домах моды, потому что их точно так, домах модели одежды, прошу прощения, их тоже было достаточно большое количество, они были регионального обозначения, ну, например, в частности, сейчас будем говорить, это ленинградский дом модели одежды, который, вот, кто знает, находился в доме Мертенса на Невском проспекте, это были дома модели одежды рижские, это были дома одежды, соответственно, в других регионах, да, естественно, и по районам, да, и по городским, и, соответственно, по территориальным, республиканским, да, принципам, вот, ленинградский дом модели одежды точно так же работает и создан был в 44-м году, сразу после снятия блокады, но мода это все-таки что-то мирное, поэтому так же, как в Европе, старались очень быстро вернуть европейцев к мирной жизни, подарив им, собственно, вот эту мирную моду, да, вот это внешнее проявление, как раз вот атрибуты мирной жизни, то же самое происходит и в Советской России, поэтому и в Ленинграде тоже создается вот этот самый знаменитый дом ленинградский, модели одежды, вот, рядышком на Невском открывается тоже знаменитое ателье, тоже дом ленинградской одежды, второй, который находится чуть ближе к Адмиралтейству, который получил название «Смерть мужьям», потому что, чтобы сшить там себе костюм или платье, надо было отстоять очередь и стоило это практически каких-то баснословных денег, поэтому такое ироническое название, ну, в общем-то, закрепилось за ленинградской модой в том числе, поэтому наверняка тоже слышали такое выражение. Вот. Очень интересно посмотреть, конечно, на первых моделей, которые были тоже частью вот индустрии моды и становления, собственно, моды в России, ну, к сожалению, эта профессия была, так скажем, не авторитетна, да, действительно, вот я тут написала «профессия вешалка», конечно, это в кавычках, вот, но, в общем-то, она была такая, ну, там коммунизм не построить, да, социализм не построить, поэтому, естественно, с идеологической точки зрения это не профессия, да, вот, что такое носить на себе одежду и ходить по подиуму. В то же самое время модели наши, русские, они были, ну, то, что называется на пике популярности, их знали на Западе, потому что они выезжали туда с модом, вот на Кузнецком, вот, ну, наверное, самая такая знаменитая это Регина Сбарская, такая девушка с тяжелой судьбой, но в то же самое время, наверное, все, в общем-то, смотрели уже вот сериал, снятый по ее, так скажем, в судьбе, поэтому все ее тоже хорошо знают, вот, ну, поэтому, конечно же, к сожалению, мода и модели, да, в этот момент, они у нас все-таки, так скажем, безымянные, да, потому что у нас же все принадлежит народу, поэтому какие-то и имена достаточно сложно вспомнить, и они практически не произносились, да, потому что у нас ведь все советское, все национальное, все, как говорится, для всех, вот, поэтому именитость, она не приветствовалась, если создавалась коллекция, которая выводилась на Запад, она создавалась коллективным творчеством, поэтому там, собственно, кто автор, Советский Союз, Советский народ, да, и то же самое касалось как раз тех же самых моделей, которые представляли это, да, вот, представители народа, вот, журналы мод, тоже часть модной индустрии, достаточно интересный, в общем-то, сейчас элемент коллекционирования, да, потому что раньше их было много, и, в общем-то, многие из них не сохранились, поэтому такое уже, это уже ностальгическое ушедшее прошлое, понятно, что каждый дом моделей выпускал свой журнал со своими моделями, и в основном они предоставлялись с выкройками, потому что, еще раз повторюсь, все-таки нехватка товаров народного потребления, нехватка действительно хороших модных вещей, она, в общем-то, заставляла советского человека делать все самостоятельно. Вообще, то, что сегодня называется лайфхаками, наверное, вот, Советский Союз это вот родина вообще, вот, того, что можно придумать из ничего. Нету лака для волос, не знаю, сладкая вода, или, ну, на худой конец, там, не знаю, пиво. Нету чулок, колготок, есть химический карандаш. Нету средства, чтобы выщипать брови, рейхсфедер, да, нечем накрасить губы, химический карандаш, ну, и так далее, да, поэтому, в общем-то, вредно это для здоровья или нет, неважно, на тот момент было главное, чтобы было красиво, главное, чтобы было модно. Вот, поэтому журналы мод точно так же, в общем-то, помогали русским дамам строить свой гардероб, поэтому, в основном, они все выходили с выкройками, да, поэтому, даже в самых, так скажем, продвинутых журналах, которые издавались ведущими домами моделей одежды, да, собственно, были тоже представлены обязательно выкройки. То же самое время, если мы посмотрим на обложки и на содержание журналов, то на самом деле, все знаете, европейские журналы, моды, видели их обложки, но ничем они не отличаются. Они эстетически выглядят ничуть не хуже, не уступают. Они по эстетике, по стилю, по модной иллюстрации соответствуют общемировым тенденциям, соответствуют тем самым направлениям презентации моды, да, которые тоже, в общем-то, здесь можно отметить, да, либо это вещи, либо это какие-то фрагменты. Это стиль жизни, в конце концов, который в этот момент уже продвигается в таких журналах, как «Волк» и другие. Единственное, конечно, может быть качество печати, не такое, скажем так, продвинутое, как в европейских журналах, но в то же самое время, да, вот, например, вот крайне правая иллюстрация, ну, в общем-то, ничем не уступает, например, коллекции, демонстрации, презентации коллекции Пьера Кардена, которая называлась «Эра космоса», да, поэтому здесь тоже, в общем-то, единственное, может быть, цветопечать, да, немножечко не такого высокого качества. Мировые тенденции и отечественные как раз костюмы, в общем-то, полностью совпадают по периодике, да, они достаточно синхронны. Единственное, что новые героини, да, обратите внимание, прекрасные девушки в костюмах таких стилей «Нью-Луг 50-х», но они не там гуляют с собачками, они ходят с граблями, с лопатами, вот такие прекрасные девушки-селянки, в общем-то, должны были украшать наши колхозы в 50-е годы. То же самое, вот, дамы, которые вот с правой стороны, да, в костюме, соответственно, от русских кутюрье, тоже ничем не уступает, например, к костюмам от Андрея Курёжа или Сен-Лорана 60-х, 70-х годов, да, в общем-то, идентичность здесь присутствует. Тоже, пожалуйста, вот, 59-й, да, прекрасная обложка журналов мод московского, да, в стиле, в общем-то, Диора, я думаю, что он прекраснейшим бы образом украсила и, не знаю, коллекцию, проиллюстрировала бы коллекцию Кристиана Диора. Шейти Сами, вот модели одежды 70-х годов, тоже такой, в общем-то, достаточно такой продвинутый стиль одежды, напоминающий образ хиппи, да, 70-х годов, пожалуйста, в общем-то, отечественной практике существует. Ну, и тоже необходимо сказать, что каждая республика, конечно же, имела один, а то и несколько центров моды, вот, поэтому союзные республики точно так же продвигали идеи со своим национальным колоритом. Конечно, прибалтийские журналы моды, прибалтийские дома моды, рижские, итальянские, вильнюсские, для, так скажем, русских, вот, в Российской Федерации выглядели как абсолютные образцы западной моды, поэтому за этими журналами, за этими коллекциями охотились, и, соответственно, здесь можно тоже отметить вот этот вот элемент, ну, вот в данном случае тоже здесь такой маленький журнал из Таджикистана, да, тоже 75-го года, вот. 70-е, безумно интересная история, ну, даже не 70-е, уже начинаю с 60-х, это где одеваться, если не смешить самим, это фарцовщики, спекулянты, джинсы и уличная мода, ну, это отдельная тоже история, наверное, она тоже не совсем как раз связана с миром одежды, в большей степени это идеология, в большей степени это, конечно, рыночные какие-то отношения, новые зарождающиеся, но без этих персонажей не было бы, наверное, и моды, и каких-то анекдотов, и смешных историй, и вообще мы бы так и не узнали, что такое европейская традиция, да, в нашей стране, вот, поэтому достать, купить, не знаю, выторговать, да, и так далее, это было, в общем-то, такой повседневной жизнью, повседневной частью жизни русского, советского человека, вот, с другой стороны, тоже это было не всем возможно, потому что джинсы стоили как дом, вот, и, разумеется, собственно, не каждый мог себе позволить, да, купить джинсы, которые стоили как целая зарплата, на них копили, вот, бедного советского человека порой обманывали, но это тоже такая, тоже очень интересная история, но как бы по-другому, зато все города, все улицы были наполнены людьми в джинсовых костюмах, да, это было, еще раз повторюсь, это больше, чем одежда, это не мода, это свобода, да, то есть, если у тебя есть джинсовая куртка и джинсы, да, то, соответственно, ты, в общем-то, человек правильно мыслящий, и, в общем-то, образованный, и так далее, с другой стороны, это одежда, такая униформа людей, скажем так, не очень праведно настроенных, да, каких-то элементов с криминальным уклоном, вот, поэтому иногда, в общем-то, людей плохих, да, тоже изображали всегда в джинсовой одежде или еще в замшевых куртках, да, как это, куртка замшевая, две штуки, да, поэтому без этого тоже сложно представить себе моду советской России, да, вот, с конца 60-х до 80-х годов, ну, наше производство тоже не отставало, в общем-то, на потребу все-таки публики стали производить как раз и джинсы, да, это знаменитая фабрика Салют, конечно, они очень сильно отличались от джинс-фирмы Левайс или Монтана, которые были на тот момент очень актуальны, вот, ну, в данном случае с левой стороны, да, как их можно было купить, ну, примерить на улице, да, на картоночке, вот, опять же, все это тайно, потому что все это наказывалось, соответственно, милицией, да, это было, в общем-то, подсудное дело, вот, ну, что касается легонькой промышленности, то в основном советский период, его можно охарактеризовать тем, что существуют мегагиганты-фабрики, которые шьют потоком, валом, да, вот такое вот массовое производство, ну, в основном это были нациализированные после революции мануфактуры, ну, или фабрики, да, например, фабрика Скороход, она с 19 века известна, ну, вот, в советское время она была, в общем-то, нациализирована, да, и, соответственно, вот производила такую советскую обувь. Ивановские тоже ткани, хлопчатобумажные, да, вообще производство ткани, да, веселенький ситчик, вот, это тоже, в общем-то, мануфактуры, еще известные с 19 века. А что касается пошива одежды, да, тут огромные фабрики, типа Большевичка, ну, вообще фабрика Большевичка, она была в каждом городе и создавала практически идентичную одежду, просто потому, что это была директива, спущенная сверху, как вы понимаете, создавался эскиз, создавалась конструкция, потом она проходила целый ряд всевозможных преград и препятствий, перед тем, как оказаться на конвейере, и поэтому проходило достаточно большое количество времени, чтобы вот от задумки дизайнера, в общем-то, выходил готовый вариант одежды. Вот, но, соответственно, здесь можно отметить тоже, в общем-то, реклама не отстает, рекламирует легкую промышленность, вот, она существует, но большое внимание, конечно, уделяется именно текстилю, просто потому, что люди продолжают шить сами для себя, потому что все самое красивое существует только лишь порой на витринах, это отдельная тоже история, да, украшения витрин, то, что представлено на витрине, практически никогда не было в продаже, вот, а то, что представлено было в продаже, как вы понимаете, дефицитные товары, это уже такая вот притча во языцах, выбрасывались в продажу в конце месяца, чтобы покрыть план, доставались из-под полы, если были знакомые, которые работали, там, не знаю, в обувном отделе, в мясном, все это менялось, там, не знаю, там у туфли на вырезку и наоборот, вот, поэтому это было очень важно иметь таких знакомых, вот, поэтому с легкой промышленностью, конечно, сложно, создавалось огромное количество товаров, которые лежали на складах, которые, к сожалению, практически никто не потреблял, да, поэтому это были, действительно, тонны созданных вещей, сшитых, с перевыполнением плана, там, пятилетка за три дня и так далее, поэтому этого было действительно много, но советский человек носить это не очень сильно хотел, поэтому, в общем-то, это все хранилось и, наверное, все это, в общем-то, сгнило, и потом как-то было перешито уже в годы перестройки, вот, ну, легенды моды, соответственно, да, то, что всегда существует, как тоже такой, какой-то насмешка над нашим в прошлом, да, это панталоны с начесом, ботильоны «Прощай молодость», ну, и веселенький ситчик. На самом деле, в принципе, если мы посмотрим на современную моду, которая ретроспективна, какие-то элементы дизайнера активнейшим образом задействуют, переосмысляют, и поэтому сегодняшний момент, уже забыв, действительно, что это было практически единственное такая вот теплая и вообще вот в магазинах доступная одежда и аксессуары, сегодня это выглядит очень мило, и, в общем-то, даже вот эти ботильоны «Прощай молодость» в принципе сойдут за модный аксессуар, который, как вы понимаете, тоже достаточно часто используют в качестве такого источника вдохновения, в общем-то, современные дизайнеры. Ну, вот основные какие-то, не знаю, там бренды, которые нам хорошо известны, там, не знаю, фабрика «Скароход» из парфюмерных, там, косметических «Красная Москва», ну, конечно, если мы берем еще прибалтийские республики, да, то прибалтийская косметика, там, фирма «Дзинтерс», это было просто как, в общем-то, французские духи. Ну, понятно, что в 70-е, 80-е уже открывается полностью железный занавес, мы начинаем достаточно активную торговлю со странами, в частности, Варшавского договора, поэтому это всевозможные магазины, типа «Болгарская роза», там, «Ванда» и прочее, где вот косметические и прочие средства красоты, индустрии красоты, они появляются как минимум в больших городах, вот, поэтому, ну, за ними, конечно, очередь, все равно все в дефиците, но оно хотя бы уже вот присутствует, да, на рынке, вот, ну, вот, в данном случае здесь тоже там джинсы фирмы «Тверь», да, тоже присутствуют, это как раз уже в 80-е годы, наверное, самым востребованным брендом, который действительно легендарный для мира моды, это знаменитые «Геды-два-меча», которые были, получили начало выпуска после как раз Всемирного фестиваля молодежи 1957 года в совместном таком производстве с китайской фирмой, с Китайской Народной Республикой, в общем-то, стали создаваться вот эти знаменитые «Геды» с зеленой подошвой, да, вот, на которых как раз изображены вот эти самые два «Меча». Они были, как вы понимаете, там, единственными такими спортивными, достойными обувными продуктами, вот, на сегодняшний момент это несколько лет назад, лет 10 назад выкупили вот эту фабрику, которая создавала, выкупили оборудование, которое создавало эти «Геды», ну и, собственно, были воссозданы как раз ее, вот эти основные продукты, поэтому эти «Геды» сегодня точно так же присутствуют в продаже и пользуются огромной популярностью, собственно, и как легенда советского периода и в то же самое время, в общем-то, мы все знаем, что «Геды» не только конверсами, а жив человек, и, соответственно, два «Меча» тоже, в общем-то, существуют, и они даже более, так скажем, пользуются популярностью у модников, нежели вот пресловутая американская фирма. Ну, вот самый яркий пример, такой главный модник молодежи, это вот «Электроник» и «Сыроежкин», вот, соответственно, джинсы, водолазка, да, и, соответственно, вот эти самые «Геды» и «Мопед», да, такое тоже вот воплощение какого-то европейского, американского образа жизни, такой беспечный ездок в какой-то мере, вот, поэтому никогда тоже вот раньше не смотрела на «Электроника» как икона стиля и моды, но теперь, в общем-то, надо, видимо, пересмотреть. Ну, начиная с 80-х годов, собственно, пресловутый журнал «Бурда Мода», да, как в фильме «Самое обаятельное и привлекательное», «В моде разбираюсь», журнал «Бурда», смотрю каждый месяц. Вот с этого момента начинается наше приобщение к европейским тенденциям, хотя, как вы понимаете, это не совсем, да, «Прета Порте», это совсем не от кутюр, это масс-маркет, и опять же, продолжение истории, связанной с самостоятельным созданием одежды, ну, понятно, что 80-е и 90-е экономически достаточно сложные для нашей страны, вот, поэтому, естественно, здесь можно отметить важность вот этого журнала, выхода его на рынок, он пользовался колоссальной популярностью, и без него, наверное, не могла бы перейти вот эта, собственно, история, связанная с переходом от советского к, так скажем, перестроечному и постсоветскому периоду, поэтому это тоже такая эпоха целая в нашей отечественной моде, которую, собственно, можно отметить. Молодежная мода 80-х, 90-х, это эпоха уже перестройки, это эпоха тоже очередной революции в умах, на головах, взрыв, да, и внутри, и снаружи, поэтому достаточно сложно, многие говорят, что это эпоха дурновкусия, да, это эпоха какой-то неразберихи, эпоха какой-то непонятности в будущем, да, такой неопределенности, с другой стороны, если мы посмотрим на модные тенденции этого периода, то, конечно, мы здесь отметим и влияние вообще такого направления, как, не знаю, диско, да, на создание такого немножко вульгарного, да, на создание образов девушек этого периода, ну, если честно, то вспомнить фильм «Интердевочка», да, и поэтому на самом деле стиль «Интердевочка», немножко вульгарный, присыщенный, агрессивный какой-то сексуальностью, он тоже, в общем-то, присутствует, но действительно в эпоху каких-то таких неразберих всегда на девушке много одежды, ой, много косметики и мало одежды, это, в общем-то, цитата, да, из Оскара Уайльда практически дословная, поэтому, собственно, для 80-х годов эта история была тоже и европейская, и то же самое, вот, отечественная, поэтому здесь и такой немножко панк, да, с надрывом, немножко агрессивный, защитный, потому что, действительно, когда непонятно, что происходит, достаточно сложно определиться, вот, черпали вдохновение у звезд поп-культуры, в частности, конечно, наши герои черпали вдохновение у западных звезд, но, соответственно, публика уже, в общем-то, стремилась подражать и, не знаю, там, отечественным звездам и, не знаю, тому же самым Modern Talking, Дэвид Боуи и всем, кого мы знаем, да, поэтому 80-е были такой вот попсой и на сцене и в жизни, да, поэтому все смеются над прическами этого периода, да, как взрыв на макаронной фабрике, вот, но в то же самое время, если мы посмотрим на современные тенденции, которые, опять же, ретроспективны, и все это прекраснейшим образом возвращается, да, вот, то можно увидеть переосмысление современными дизайнерами эпох прошлого, вот, ну, еще раз повторюсь, да, вот такой вот немножко надрывно вызывающий стиль интердевочки, неважно, утро это или вечер, работа это или учеба, да, соответственно, тонны косметики, начес, лак для волос, которого не было, поэтому заливали волосы, чем только можно, вот, косметики тоже не было, поэтому фломастеры шли в ход, ну, поэтому, понятное дело, вот, чем ярче, чем больше, тем лучше, ну, это эпоха цепей, эпоха малиновых пиджаков, широких плечей, да, такой вот надрывной агрессивности и сексуальности, вот, ну, на сегодняшний момент, вот то, что мы, собственно, видим, бананы, слаксы, всевозможные, брюки, пирамид, майки, алкоголицы, в общем-то, это бабушки и дедушки нашего любимого стиля, мамс джинс, да, мамс стайл, вот, поэтому, когда смотрим сегодня эти кадры, уже не настолько все это выглядит забавно, и смешно, и удручающе, да, в общем-то, ничего так, и носить можно, вот, ну, это как раз связано с тем, что действительно к этому периоду мы подошли уже с позиции ретроспективности, до большого цикла моды, который прошел как раз примерно, вот, около 30 лет, да, поэтому вот это 25-30 лет, большой цикл, который возвращается с самой тенденцией, которые существовали, вот, ну, и, поэтому эта эстетика нам и сегодня близка, да, завышенная талия, достаточно широкий такой объем в области бедер, поэтому это все не так смешно, как, в общем-то, еще 5 лет назад, ну, и, конечно, когда мы говорим о моде страны советов, то это в первую очередь, конечно, мода на экспорт, да, мы ее, в общем-то, поставили, и многие современные дизайнеры достаточно активно используют эту эстетику как источник вдохновения, опять же, это связано с ретроспективными тенденциями моды, ну, в данном случае русский стиль, да, в первую очередь он пропагандировался в начале 20 века, в первой половине, да, с точки зрения как раз новой конструкции, возвращения к национальным традициям патриотизма, да, поэтому во второй половине 20 века здесь можно отметить как раз историю, вот, в частности, коллекция «Русская душа» от Сен-Лорана 76 года, но в дальнейшем практически каждый кутюрье, каждый дизайнер всегда, в общем-то, обращал внимание, особенно на экзотику русского стиля, да, собственно, используя его в своем творчестве как источник вдохновения. А еще одна тенденция, которая как раз одна из самых ярких, это советский стиль, который ассоциируется в первую очередь у дизайнеров с конструктивизмом, еще раз повторюсь, что здесь вот как раз Варвара Степанова и ее спортивная одежда, вот, ну, в данном случае здесь представитель тоже уже отечественных дизайнеров Гоша Рубчинский «Наше все», но он скорее даже, наверное, и у нас, и на Западе популярен, его можно уже рассматривать как мирового лидера в мире моды, да, тоже, в общем-то, по эскизам, соответственно, вот Малевича, да, используя как раз, не знаю, как эту эстетику Кандинского в своих работах, тоже, в общем-то, представил, да, и точно так же мы можем отметить вот эти идеи конструктивизма, да, графичности в кастюме, творчества того же самого Исен Лоран, это самая яркая коллекция Мандриана, она хоть посвящена Мандриану, но все равно какой-то русский след здесь можно отметить, ну, и там яркий пример, например, просто практически по картинам Натальи Гончаровой, да, вот бренд Мартин, представил тоже вот такую коллекцию, да, напоминающую как раз, вот, русское искусство начала 20 века, вот, ну, и напоследок два слова еще об одном таком экспортном варианте, это гопник стайл, он безумно актуален, особенно было вот буквально еще пару лет назад, в западной культуре, в том числе, в западной моде, ну, в первую очередь, гопники у нас были в два периода, да, достаточно яркое явление, это 20-е годы, ну, и, соответственно, 80-е, для 20-х гоп, это городское общежитие, пролетариатом, да, это, соответственно, те, кому негде было жить, это, в основном, тинейджеры, как бы мы сейчас сказали, да, которые, в общем-то, без сироты, да, которые без, там, не знаю, каких-то возможностей заработать нормально денег, в общем-то, причисляли себя к пролетариату, и проживали, соответственно, вот, в частности, в Санкт-Петербурге, напротив московского вокзала, там, где сейчас гостиница Октябрьская, да, и вот, чтобы хоть как-то выжить, и вообще хорошо выжить, да, они выходили вечером на улицу, ну, и, соответственно, занимались всякими криминальными историями, да, и поэтому слово гопник, это синоним как раз хулигана, который ничего не делает, да, такой вот мелкий, мелкий хулиган-разбойник. Особенностью, конечно, было такое немножечко, такое пренебрежительное, соответственно, поведение, да, немножко наглое, развязное, то, что сегодня, в общем-то, достаточно порицается в мужском образе, вот, ну, здесь вот как раз нижняя фотография, она, в общем-то, этому представлена. Ну, и гопники 80-х, это, опять же, та же самая молодежь, которая оказалась тоже выброшена на улицу, благодаря тоже перестройке, без каких-то определенных перспектив жизни, в общем-то, поведение такое же, единственная особенность, то, что носили уже другую одежду, поскольку не было возможности носить, так скажем, брендовую одежду, в этот момент в России ухлынуло, так скажем, море китайской продукции, да, это вот фирма Абибаса знаменитая, ну, и так далее, да, то есть это вот то, что, в общем-то, европейцами расценивается, как остаток мужественности в культуре, в культуре и в поведении человека, потому что все мужское, да, агрессивность, сексуальность, соревновательность, в общем-то, порицается в условиях современной цивилизации, которая направлена на толерантность, но в то же самое время, игра в гопника, да, в общем-то, для мира моды, это игра вот на грани такой асоциальности, поэтому вот, пожалуйста, Гоп Найк, да, тоже такая интересная игра слов, которая была тоже принята, опять же, Гоша Рубчинский по коллаборации с фирмой Найк тоже предложил, в общем-то, вот эту историю, вот, ну, и опять же, он же, да, и, соответственно, Джон Гальяна, да, тоже представление русского мужика, такого ухаря, да, не знаю, с большой дороги, вот, тоже можно встретить в коллекциях, вот, в частности, до кризиса, конечно, это было более актуально, потому что это была игра в таком разгильдяе, вот, ну, и, к сожалению, кризис немножечко, в общем-то, поменял приоритеты, вот, поэтому этот такой яркий стиль пока немножечко ушел в сторону, но в то же самое время он достаточно актуален, вот, ну, на этом на сегодня все, спасибо за внимание, конечно, много чего мы не затронем, или потому что советский период полон белых пятен, и я думаю, что мы что-нибудь еще придумаем. Спасибо большое, всем здоровья, хорошего настроения, хороших выходных, всего доброго.